Добрый вечер! Это Женский Взгляд. Меня зовут Юлия Сорокина. И после этого жуткого кошмарного вилла вообще сложно говорить про какие-то коммунальные темы, но я все-таки решила начать с коммуналки, как и планировала. Слышали сенсацию? В Красноярске летом больше не будут отключать холодную воду целиком во всем районе и на целых два дня. А будут только отдельными участками по несколько домов и только на один день. Этот невероятный прорыв в нашем коммунальном хозяйстве случился благодаря тому, что в наш сибирский город в 2014 году от Рождества Христова пришла, цитирую, запорная арматура, новая запорная арматура импортного производства. Я так понимаю, это та самая арматура, которая 2014 лет до этого к нам не приходила. Надеюсь, об этой сногсшибательной новости уже сообщили в Рио губернатора. Толоконский, кстати, тут знакомился с Красноярском, осматривал город, как он выразился, изнутри. И, представляете, заехал в наш двор, ну вот, прямо в мой двор. А я уже тут рассказывала, что дороги к нашему дому нет, а подъезд из серии «Заходи, не бойся, выходи, не плачь». Так вот, в тот день с утра наше проселочное направление, а на нем всегда пыль стоит столбом, поливали поливалкой. Никогда раньше до этого не поливали. И соседи в шоке обсуждали, что это с ними. Наверное, совесть проснулась. Насколько абсурдным было это предположение, я поняла вечером, когда из новостей ТВК узнала, что, оказывается, к нам Толоконский приезжал. Как он проехал, я понять не могу, хотя, говорят, он ездит на простом микроавтобусе. Потому что Толоконский считает, цитирует, что чиновник не должен особо выделяться. Ну, так-то оно так, но маскироваться тоже особо не стоит, а то ведь никто узнавать не будет. В интернете вот один из блогеров уже провел эксперимент. Взял фотографию Толоконского и приставал к прохожим с вопросом, а кто это? Знаете вот этого человека? Конечно, не знаю. Кто это? Не знаю. Нет. У депутата, наверное, стремиться. Ну, посмотрите внимательно, предложите, чем он может заниматься. Депутат, наверное, какой-нибудь. Предположите, чем занимается? Умственной работой. В общем, Виктор Александрович, надо поработать над узнаваемостью. Ну, думаю, вы уже без меня догадались. Если честно, то экс-губернатор Кузнецов особой узнаваемости тоже похвастаться не мог. Кстати, Кузнецов тут на закрытой прощалке в администрации после всех спасибо сказал в том числе, опять же, цитирую по интернету, но очень надежный источник. Итак, цитата. «Еще край подарил мне еще одного ребенка». Конец цитаты. Лев Владимирович, я лично. Но я думаю, все мы, красноярцы, очень надеемся, что и Северный Кавказ вас в этом смысле, но в смысле ребенка, тоже не подведет. Кстати, у чиновников грядут непростые времена. Слышали? Депутат Госдумы Федоткин предложил запретить чиновникам и членам их семей лечиться за границей. Всем чиновникам. Всех уровней и всех рангов. Я так поняла, даже президенту запретить. Потому что, считает Федоткин, именно чиновники виноваты в плачевном состоянии нашего здравоохранения. Разные законы есть, но не выполняются они, а кем не выполняются? Ну, чиновник. Молодец Федоткин, ну так-то он прав. Вопрос у меня только один. А как отследить, поехал чиновник за границу лечиться или отдыхать? Но Федоткин считает, что все возможно, были бы деньги. Да и правильно, что за этой границей-то делать? Видели, что в Америке придумали? Голографическое изображение покойного певца Майкла Джексона выступило в Лас-Вегасе на церемонии Billboard Music Awards. Есть у них такая музыкальная премия. Ну, вы поняли, да, что это покойный Майкл Джексон танцует? А танцоры рядом с покойным, ну, вернее, с его голограммой, это живые, самые настоящие танцоры. Ох уж мы эти американцы, чего они только не придумают. Да и ладно, нам эта Америка сейчас до лампочки. Мы теперь с Китаем дружим. Вот такой мой женский взгляд. Удачи!